Когда-то это был предмет первой необходимости. Теперь, даже когда на смену спичкам пришли зажигалки, продуктовые и хозяйственные магазины всё равно продолжают держать в ассортименте это изделие. Не во всех случаях спички можно заменить. 115 лет со дня основания отмечает в этом году Слободская спичечная фабрика. В начале 20 века Николай Рылов и Фрол Лесников организовали массовый выпуск спичек. С тех пор работа предприятия не останавливается. В День леса традиционно чествуют лучших сотрудников фабрики. Я хотел высказать слова благодарности всем тем, кто связал свою судьбу и свою трудовую деятельность с нашей фабрикой. Всем тем, кто работал. Всем тем, кто трудится сегодня. Вы знаете, наше предприятие прошло длинный путь. За это время фабрика переживала и взлёты, и падения. Я благодарю вас за то, что в трудные моменты вы не опускали руки. А во времена достижений вы не останавливались на достигнутом, а шагали вперёд. Благодаря этому наше предприятие всегда был лидером отрасли. Константин Глухих, 25 лет, трудится на одном предприятии. Начинал упаковщиком пятого разряда на автоматической линии, потом перешёл на склад. У меня поначалу родители здесь работали и привели сюда. Коллектив дружный, на складе работают ведущики, грузчики. Хорошо работал. Длинный производственный путь и у Дмитрия Пентина. Он обучался на фабрике ещё в школьные годы. Затем работал в охранной службе предприятия. Жизнь разлучала его со спичечным производством. Однако спустя время он всё равно сюда вернулся. У меня мама в своё время всю жизнь отработала на этом предприятии. Я здесь родился, вырос. После школы я даже начинал на этом предприятии слесарем. Токаря второй разряд получил на этом же предприятии, со школы ещё отправляли на производственную практику. Большая часть у нас работников посёлка Перомайского. Живём, поддерживаем родной посёлок. На производстве сейчас трудится около 250 человек. Собственно, спички, сувенирную продукцию, товарную соломку, шпон предприятия поставляют не только в российские города. Экспорт тоже важен – от ближнего зарубежья до далёких Южной Америки, Африки, Индии. К слову, на сегодняшний день в стране осталось всего три крупных спичечных предприятия. Почётно, что Слободской фабрике удается оставаться на плаву. «Это, конечно, в первую очередь заслуга предыдущих поколений, которые бережно относились к предприятию, всегда боролись за себестоимость, за качество производимой продукции, что помогало выдерживать конкуренцию. Независимо от того, что мы были не самым крупным предприятием среди всех, но, тем не менее, дожили до сегодняшних лет и сегодня отмечаем 115-летний юбилей. Это всё благодаря тем поколениям, которые работали до нас. Они приучили работать правильно нас, показали, как надо, ну и передали. И мы стараемся поддерживать это предприятие, что-то новое вносить в работу предприятия». Поздравления, пожелания, концертные номера. День леса под сенью кедров в Первомайском отметили звучно и весело. Участники праздника надеются, их продукция будет востребована ещё очень долго. Субтитры создавал DimaTorzok